Я не знаю, что делать. Все эти годы мы говорили ребенку, что он пьет витамины. Но он взрослеет и задает много вопросов. А что ему отвечать, мы не знаем. А ведь ему надо будет с этим жить и работать, и заводить семью. Понять панику родителей ВИЧ-инфицированных детей можно. Вынуждены ежедневно бороться за жизнь своего ребенка. Они еще не знают, как сказать правду о заболевании. Приближается взросление, у ребенка возникают уже не детские вопросы по поводу своего состояния. Казахстанские специалисты считают, что раскрывать статус детей с диагнозом ВИЧ необходимо в возрасте 11-12 лет. В Российской Федерации раскрывают статус 7-8 лет. Учитывая то, что там дети рано взрослеют из-за обстановки семьи, видя то, что там не хочется сильно задействовать родители-потребители инъекционных наркотиков и так далее. Дети там быстро взрослеют. Учитывая нашу ситуацию в Южном Казахстане, то, что дети после внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией заразились, мы поняли, что в 7-8 лет раскрывать диагноз в Казахстане нереально, потому что наши дети к тому времени еще не созрели к известию о том, что у него ВИЧ-инфекция. На протяжении 10 лет психологи работают с детьми и родителями, но этого недостаточно, считают специалисты. Нужна специальная программа. И для того, чтобы раскрыть статус этим детям в следующем году, по подсчетам ФОДа требуется порядка 6 миллионов тенге и без помощи государства здесь не обойтись. Отметим, что ни в одном протоколе лечения визинфицированных детей в Казахстане нет пункта, который бы давал понять о раскрытии статуса. К слову, ФОЗ «Защита детей» от СПИДа уже обратился с официальным письмом к руководствам здраво- и соцзащиты Тамаре Дусиновой по разработке специальной программы, которая будет направлена на раскрытие статуса и дальнейшей психологической поддержки детей. Но пока официального ответа не поступило. Между тем, Генеральная прокуратура Казахстана попросила фонд дать разъяснение, на каком основании раскрывается статус детям. На брифинге председатель фонда Жанета Жазыгбаева выступила с открытым обращением к Ербалату Досаеву, который в 2006 году занимал должность министра здравоохранения Казахстана, а ныне является руководителем государственного холдинга «Бентерик». «Уважаемый Ербалат Досаев, учитывая то, что вы недавно были в Южном Казахстане, я думаю, вам душевно, наверное, в глубине души было бы правильным прийти и поинтересоваться жизнью ВИЧ-инфицированных детей, которые были заражены на тот момент, в 2006 году, когда вы были министром здравоохранения Республики Казахстан. Но, учитывая то, что вы даже не соизволились прийти, пользуясь случаем, хочу вас попросить, чтобы с вашей стороны, с чисто морально-гуманной стороны, было какое-то человеческое отношение в отношении этих детей, которые пострадали, не без вашей помощи». На сегодняшний день в центре «Мать и дитя» стоит на учете 225 детей в возрасте до 15 лет. 90% из них – это дети, которые были инфицированы по халатности врачей в 2006 году. С того момента от сопутствующих заболеваний скончались 17 человек.